Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая кошечка у нас в гостях Это кошка моего сына Пока у нас на передержке находится Посмотрите сюда с кремой красоткой Какая ты красивая, покажись Тайская, по-моему, порода называется Смотрите, какие у нее лапки Морда И как она деловая Прелестная кошечка Зовут ее Зефирка Зефирина Скажи, самая красивая кошка на земле Поставили ей временную посуду Так как слезы забыли дома Так, сейчас занимаюсь тем, что Режу на зиму, заготавливаюсь клубничку Со своего огорода Всякая крупненькая и мелкая Разная-приразная Сахаром ее пересыплю По коробочкам По судочкам По пакетам В морозилку И зимой она нам замечательно пригодится С сахаром она вкуснее замораживается Нежели без сахара Без сахара мне клубника вообще не очень нравится Так как она Запахи тех же самых ягод Впитывает в соседних пакетах Но какой-то уже не очень привкус А с сахарком она все-таки лучше И ароматнее сохраняется Так что пошел у нас сезон Все, зима закончилась Готовимся к следующей зиме Заготовки, нарезки, заморозки Варить будем компоты В общем, закрутки Все-все-все Дело пошло Сезон открыт Заготовочный Среди массы календулы Растет лук культурный Ну как культурный Не помню как называется Помню, что какой-то либо дикий лук Либо культурный Не помню название Покупала в светофоре Луковички И вот так он цветет Ну в основном Это весь смысл этого лука В его цветении Не жалею, что купила Нравятся хорошенькие цветочки Слегка пахнут луком Такой легкий цветочный аромат Ну если заходить На нашу медовую полянку Вот так выросла у нас горчица Красиво Украшает наш сад Пусть цветет И для красоты И для пчелок Горчица достаточно высокая Ну я думаю, все знают Кто ее съел Съедобная Не только для пчел Но и для нас А пчелки работают В этом садочке Так спокойно, тихо И постоянно пьют Пьют Поют птицы И даже соловьи иногда Хочется сюда поставить Какую-то скамеечку Чтобы можно было здесь читать книги Отдыхать Просто посидеть Поболтать Из гостей Здесь Очень какое-то Благодатное такое место Возможно даже Назвать его местом силы Ну думаю, горчицу знают Листики берутся Добавляются в салатик Полезное растение Вот такое красивое Звучит Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если для кого-то она важна Также у Владимира Георгиевича Кашковского Есть канал Где он дает ценные Полезные советы по пчеловодству Автор этот еще жив Он уже старенький, конечно Вот, книга хорошего качества Сразу покажу Мало ли кому-то это возможно интересно Здесь вот такие иллюстрации Прекрасная бумага Всякие тут таблицы есть Я еще сама не смотрела Купила мужу Но тоже, видимо, буду читать Мне очень интересно Мало ли, вдруг Мои зрители уже занимаются пчеловодством Или собираются увлекаться Так что вот такая книга Картинок особо в ней нет Хотя и даже есть осмотрю Вот И Сразу первым делом, что я покажу Так это Содержание Так, где оно Так, ссылочки оставлю Конечно же обязательно вам На эти товары Которые сейчас покажу Так, это свалберис Чистопокупки все у меня И вот Если кому-то интересно содержание Систематика медоносной пчелы Биологические особенности пчелы медоносной Это все важно Интересно Поведение пчелы Породы пчел Вот Вот так можете просмотреть Еще не читали Только при вас распаковала Вторая часть здесь присутствует Весенний уход за пчелами Поготовительная работа на пасеке В общем, интересная книга И пчеловоды ее Очень-очень хвалят Поэтому я ее заказала И надо ее прям очень Серьезно все прочитать Конечно, одной книги, наверное, мало будет Ну, для начала нам эта книга Я думаю, будет помощницей Ну, в странице здесь 423 содержания Книга хорошего качества Ну, за такую цену Говорят, что в обычных магазинах ее не найдете Только, вот видите, уже переиздана на восьмой раз Переработанная и дополненная Санкт-Петербург В общем, кому важна эта информация Обратите внимание Купила ее за две тысячи С какими-то там сто рублей, что ли Вот так примерно Далее я приобрела диплом мужу Потому что ему 50 лет у нас Вот готовимся к юбилею Вот-вот Поэтому быстро здесь снимаю Некогда просто Времени нет Надо подготавливаться к дню рождения Множество дипломов можно найти на Валберес Я, правда, не очень знаю, какая цена Где дешевле Где магазины Все для праздников Вот у нас есть Оффлайн, да? Либо на Валберес Вот не знаю Но этот диплом где-то вышел Мне 180 рублей Вот так он выглядит Он картон Как видите, вот такой Пришел мне целенький, красивый Если его вдруг не будет То можно найти различные другие дипломы На разные года Выбор, кстати, большой на Валберес Сзади Размеры у него где-то половинка формата А4 Где-то А5 получается примерно Ну, вот здесь с каким-то пузырями Вот видите, ну, я думаю, ничего страшного нет Здесь вот такие пожелания хорошие Писать можно Имя, отчество И мне понравились здесь нескучные Поздравления Вернее Характеристики здесь нескучные А то бывают такие занудные дипломы Там, когда, знаете, прям возрастные Не очень интересно А это будет не стыдно, знаете, гостям зачитать Немножко повеселиться Красивые Хорошие Картонные Плотные Горы Это то, что мы любим В общем, все в тему Вообще, я много заказывала товаров В последнее время на Валберис Ну, я многие не снимала Это было связано с детской одеждой Вот такими шариками Вот пять штук в наборе Что-то стоили, в принципе, не дешево Ну, и недорого 175 рублей, что ли Ну, 180, грубо говоря, заказывала Это набор из пяти шаров, которые вы здесь видите Хорошие шарики Все надулись Все мы приспособили Не покажу их уже И они, кстати, я думала, будут маленькие Они оказались достаточно крупными Самые раз То есть, не крупные и не маленькие Прям такие, знаете, хорошие И также я получила босоножки Налито с Валберис Токарди Это та же самая обувь, которая продается в магазинах Карри Вот Ну, в Карри я никак не добралась А здесь были такие хорошие цены Кстати, на Валберис и на босоножки Особенно на женские шлепки Можно именно от Токарди найти Очень хорошие цены Прям бюджетные Прибюджетные Я не помню То ли за 800 рублей я их купила То ли за 700 Вот не помню Вот такая цена По-моему, они уже распроданы Не знаю Но выбор там большой Глаза разбегаются Знаете, все хочется Просто мне столько обуви не надо Мне просто и так хватает Коробка стандартная Я взяла 39 размер Мне не оказались размер Вот такие босоножечки Понравились Удобные Легкие Я вообще очень люблю лаковую обувь И здесь они чуть-чуть лаковые И были такие, по-моему, еще в каком-то пудровом цвете Ну, качество магазина в Карри У меня обуви много и ничего страшного Носится найти не один сезон Иногда прямо они уже надоели Хочет что-то новое Ну, так как просто у меня босоножек, наверное, штук 6 А может быть, 7 пар дома стоит Так что очень-очень хорошо сидит на ноге Удобный, комфортный И не сильно высокая танкетка Вот такая Поблескивает Но этот блеск не осыпается Ничего В общем, все прекрасно На несколько сезонов мне хватит Ну, черный это классический вариант У меня несколько черных босоножек Одни на выход прямо в ресторан пойти Другие, значит, черные у меня лаковые Уже разваливаются на челе Потихоньку надо их выбрасывать А эти у меня Именно черные будут взамен Вот И здесь меня удивила цена Пришла мне 1600 рублей Стоят они в магазине Карри Вот Ну, здесь они Выше 700-800 рублей Мне Ну, я, в принципе, довольна Не надо покупать 3 обуви То есть, 2 пары обуви Чтобы одни в подарок получить Как бы Очень быстро Хорошо, качественно Все пришло Естественно Тут не может быть О коже Речи вообще никакой Естественно Для меня единственный минус То, что здесь Не крючок Не обманка А реально надо застегивать Вот это вот Я это не очень люблю Ну, ладно Куда деваться В любом случае Ссылки оставляю Мало ли вы Пройдете по ней И Зайдете в сам магазин К самому продавцу И там уже Выбираете обувь со скидками Ну, достаточно выгодно Там делать заказы Доставка-то бесплатная Единственное Что у меня получилось Последний раз Обычно Я оплачивала Последнее время Товары По приходу То есть, на кассе Там можно сказать Через карту Вот После подтверждения Покупки Ну, в этот раз Мне пришлось Как получилось у меня Я, значит Сделала заказ Бросила все В корзину Мне выскочила карта Оплатить На счету У меня было недостаточно денег И я думала Что если что Оплачу потом На кассе Ну, в итоге Получилось так Что эту функцию Наверное, отменили Что я не пойму То есть, оплата после Теперь надо При покупке Оплачивать сразу Это мне совсем не нравится И так как У меня не было На карте Достаточно денег Моего Вот этого Заказа Получилось так Что я, значит Оформила Нажала Оплатить Мне, значит Пришла смс К Но все же Заказ получился Товары Мне отправили Они мне шли Был заказ оформлен И когда Я положила деньги На карту Мне тут же Автоматически Эта сумма Списалась Необходимая То есть, я пришла Забрала обувь И ушла Все, вот так теперь Система работает Так что, я думаю Если у вас на карте Нет денег Вам прям срочно Нужно какой-то заказ Заказать Нажимаете Оплатить карты Оплачиваете Вам пришлют Смс Что у вас нет денег На карте Ну, мало ли Такая ситуация у кого-то Не переживайте Получите денег Они автоматически спишут Либо Если вы не положите Я думаю Тогда оплатите уже на кассе Я думаю Ну, в смысле В пункте выдачи Ну, в общем Вот так как-то схема работает Это у меня первый раз такой Поэтому я с вами делюсь Рассказываю Конечно, мне не нравится Что так система работает Мне нравится Оплата После получения После моего Согласия Забрать Ну, а так Прекрасный магазин Бурчает, как всегда